Не все серии игр способны держать качество на должном уровне на протяжении 17 лет. Многие из них либо кардинально меняются, либо исчезают навсегда. Но случается и такое, когда спустя все эти годы франшиза доходит до своего пика и ставит финальную точку. Именно так и произошло с третьей частью Kingdom Hearts, финалом, который фанаты ждали 6 долгих лет. Давайте же разберемся, что нас ждет в свежей части серии. Окунуться в последнюю главу противостояния Соры, его друзей и персонажей Диснея без знания сюжета и событий довольно сложно. Специально для такого случая Square Enix выпустили на своем канале краткий пересказ. Но и это помогает не сильно. Kingdom Hearts 3 объединяет все прошлые серии игр и добавляет новые определенные условия, которые лучше увидеть самому. Поэтому, если вы не знакомы с сюжетом, то во многих моментах игра может показаться довольно и даже очень странной. Так что на таких моментах лучше не зацикливаться и просто наблюдать за развитием этой хорошей и сложной истории о прочной дружбе, преодолении препятствий и, конечно, противостоянии вселенскому злу. Каким бы ни казался сюжет, он в Kingdom Hearts 3 во многом строится на вселенных Диснея, которые представлены здесь, и на геймплее. Геймплей в игре построен на десятки мелочей и тонкостей механик, но если в них не вникать, то все оказывается довольно просто. Размахивая мечом, сотворяя заклинания, ловко маневрируя между врагами. Определенной новизны системе боя, которая по сути является развитием боевки Kingdom Hearts 2, придает разнообразие форм ключей клинков, которые появляются после исследования миров. И вот эти самые миры в новой части самое захватывающее, что есть в Kingdom Hearts 3. Ведь помимо уже классических миров Диснея, новая часть получила весомую прибавку из миров компании Pixar. Среди наиболее запоминающихся тут можно выделить мир истории игрушек, где персонажи оказываются в комнате Энди и превращаются в игрушки или миры корпорации монстров, города героев и других. Они все выполнены по-настоящему на высшем уровне, хотя некоторые из определенных условий все же страдают. Их не так много, но путешествовать по ним будет довольно скучно. Такими являются Рапунцель и, как ни странно, пираты Карибского моря. К сожалению, ни один из них не передает уникальных ощущений, какие были в других. Они не располагают к передвижению на игрушечном мехе или полете на пухлом роботе. Конечно, ближе к финалу игры у нас появится возможность путешествовать по не-диснеевским мирам. Как бы нам этого не хотелось, они, как и в других частях серии, практически не выделяются. А единственным отличием являются герои, которых можно встретить. Если вы не знаете, чем себя занять этой зимой до выхода больших эксклюзивов, или хотите погрузиться в мир, наполненный ощущениями сказки и детства вперемешку с серьезностью, то Kingdom Hearts это лучший из вариантов. С уверенностью можно сказать, что 6 лет ожиданий окупились. Kingdom Hearts 3, как JRPG, со всей ее вариативностью миров, геймплея и мини-игр не разочаровывает, а наоборот вызывает определенный восторг. Серия Kingdom Hearts требовала грандиозного финала, и она его получила. Если вы хотите ознакомиться с ней и увидеть, стоит ли игра вашего времени и денег, то приходите на наш стрим, где вы сможете ее увидеть. Не забывайте смотреть наш свежий обзор на кресло, и принимайте участие в розыгрыше такого кресла. Ссылка на ролик в описании и в подсказке. С вами был Аканда Медиа, играйте в хорошие игры, подписывайтесь на нас, ставьте лайки и жмакайте колокольчик в ожидании наших новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok